Дорогие телезрители и радиослушатели, наша одна из любимейших программ стартует, наука и технологии. И сегодня у нас в гостях мы с удовольствием представляем капитана полиции, психолога ОМОН, главного управления Росгвардии по Москве, Гуделова Татьяна. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Доброго дня, Татьяна. Какие у нас красивые девушки служат. О, да. Мне кажется, сейчас рейтинг наш дневной подскочит просто до невиданных вершин. Да, все так. Огромное, спасибо. Татьяна, у нас много вопросов, честно скажем. Но поскольку у нас программа наука и технологии, вот откройте тайну, если можно. Какие сейчас вообще есть инновации, методики в вашей работе? Вот что такого принципиально нового в 21 веке появляется в последнее время? Ну надо, я прошу прощения, что перебиваю, надо уточнить. Татьяна и капитан полиции, и психолог ОМОН, вот, и к Росгвардии имеют отношение. Какие технологии ты имеешь в виду? В психологии, в полиции или в Росгвардии? Ну и конкретно в работе Татьяны. Да, хорошо, все, обобщила Лиза. Скруглила углы, молодец какая. Как это умеет Лиза делать. Да, конечно, естественно, я буду говорить о психологии, о работе психолога. Ну, соответственно, сейчас на данный момент я работаю в Росгвардии, поэтому, соответственно, я буду говорить за Росгвардию. Да, сейчас, конечно, очень мощно вводятся какие-то альтернативные, скажем так, способы и методы диагностики личности, потому что психологи все сами по себе, так сказать, всех есть уже интернет и так далее, и так далее. И ко многим тестам люди умеют подготовиться, и психологов знакомых могут подспрашивать, и так далее, и так далее. Ну, и тогда, и вообще, если человек долго служит, он знает, как проходить тот или иной тест. Поэтому, соответственно, вводится, вот я, в частности, графолог, очень так интенсивно вводятся так называемые профайлинговые методы. Это когда по телодвижениям, по мимике, по жестам, да, 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 можно что-то и сказать о человеке, в том числе выявить его какие-то реакции, ну, и так далее, и так далее. Ложь в том числе. Ну, и наш, конечно же, распространенный полиграф, да, то есть... Детектор лжи. Детектор лжи, да. При устройстве в Росгвардию и в полицию, соответственно, тоже, я это знаю, каждый кандидат проходит полиграф. Это обязательное условие. Понятное дело. Да. Татьяна, скажите, пожалуйста, вот сейчас, ну, относительно недавно, наверное, месяца два назад прошла информация, что банки и банковская система, в частности, они уже официально на государственных началах при вопросе о кредите они будут залезать в соцсети и смотреть вот эту всю историю, что ты там писал за многие годы. Неужели в Росгвардии тоже залезают в соцсети, находят... И правда ли это такой показатель для человека профессионального? Да, конечно, это показатель, конечно, это мощная информация, естественно. И я всем даже рекомендую руководителям, которые берут к себе на службу, действительно просматривать профили в соцсетях кандидатов, кто к ним идет. А если я свою соцсеть использую, допустим, вот я музыкант, я свою соцсеть использую исключительно для того, чтобы устраивать промоушен, так называемый, для своей музыки, для своей музыкальной деятельности. У меня в этих соцсетях больше ничего нет. Ну, ничего. Что обо мне можно сказать такого? Я музыкант, и все тут. Ну, я буду говорить за Росгвардию. Да, хорошо, конечно. Если я открываю интернет и вижу, что там музыкант, прям вот весь музыкант по профилю, конечно, у меня будет вопрос, а, собственно, для чего... Зачем ты пришел? А зачем он идет, да, в Росгвардию? Конечно, я уже с ним буду вести беседу, уже исходя из этого. И как он мне будет это объяснять, уже в зависимости от этого мы будем... А есть в Росгвардии оркестр? Есть! Вот! Вот оно! Отлично! Вот, собственно, да. Татьяна, такой вопрос. Вы еще графолог. Да. То есть по письму вы тоже определяете человек. Вот мы тоже одну тайну откроем, нас сегодня протестируют. Человек меняется, и, соответственно, его почерк, поведение, все тоже меняется. Конечно. По ходу взросления, вообще у человека могут быть какие-то травмы. Ну, одно дело, мы в студенческом возрасте, у нас одни ценности, одни какие-то... Даже темперамент чуть-чуть корректируется, он не меняется, но все равно мы успокаиваемся и так далее. Дальше мы обзаводимся семьей и так далее, и так далее. То есть человек растет, человек развивается, и точно так же меняется его почерк. Конечно, сохраняются какие-то устойчивые качества, ну, тот же природный, да, тот же самый темперамент. Он может где-то чуть-чуть, но глобально нет. А человеку может постичь какая-то очень сильная неприятность, психологическая травма, и тогда он может поменяться кардинально. И это тоже очень видно, к сожалению, вот я эксперт тоже по уголовным делам, и очень часто видно действительно, когда мы можем даже, отслеживая вот почерк, динамику, да, разных лет, мы можем даже предположить, в какой момент у человека произошла вот эта вот травма, которая повлекла за собой... То есть установить даже дату, скажем так, временной период. Да, 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 временной период, да. Татьяна, скажите, пожалуйста, что вы можете сказать о человеке, который назвал свою группу «Ногу свело»? Ну, не лидер этой группы, а в смысле... Лидер, лидер. Я живу здесь в студии, и у нас прекрасная гостья, зовут гостью Татьяна Гуделова, капитан полиции, психолог ОМОН, главного управления Росгвардии по городу Москве. И помнишь, мы в первом выходе сказали, что сейчас рейтинги-то вырастут? Да. Хочешь сейчас еще? Давай. Прям ты ощутишь. Ну. Ощутишь. Друзья, Татьяна пришла к нам в форме. Все, кто нас не видит, а только слушает, включайте, пожалуйста. Вот смотри, чувствуешь? Странный пифм. Пошло, пошло, пошло. Мне кажется, я даже выше сидеть там, стул подрос. Татьяна, у меня такой вопрос к вам, вот профессиональный. Поскольку вы еще графолог, вы по тексту уже начали говорить, определяете человека, очень многие ваши коллеги-психологи рекомендуют различные практики, письма, терапевтические письма, у них разные названия. Это правда, что письмо рукой лечит? Да, это правда. На самом деле есть... Недаром же люди дневники ведут. Недаром люди ведут дневники, и именно дневники, написанные от руки. Да. Потому что есть такое наблюдение, может быть, вы знаете, где-то читали, слышали, что когда мы печатаем, то если у человека очень быстрый уже навык, то, как ни странно, вот это вот печатание опережает его мысли. Однозначно. Да, а если наоборот, у человека не сформирован навык, то он пока эту букву найдет, у него уже все мысли ушли. Улетят. И только письмо от руки, оно одновременно идет вот с мыслями человека. То есть когда мы пишем, да, это вот... Формируется мысль. Формируется мысль. Она точно четко выражается такой, какая она есть в первозданном, да, так скажем, виде. Поэтому, да, безусловно, писать от руки, прописывать свои сложности, свои какие-то проблемы. Если мы какой-то план, бизнес-план, не знаю, любой... На день. На день, да. Да, тоже желательно написать от руки. А список продуктов в магазине? Список продуктов лучше написать. Хорошо. Если не можете запомнить. Я всегда пишу. В идеале запомнить, да, но лучше... То есть, в принципе, письмо рукой это такая терапия отчасти. Письмо рукой, конечно, это терапия. Мы, это движение происходит. Когда происходит движение, нам всем говорят, подвигайтесь и так далее, и так далее. Мозг успокаивается. Мы, когда в процессе письма, мы думаем только о том, о чем пишем, да, соответственно, не отвлекаясь ни на что посторонне. И есть еще такой момент, как графотерапия. То есть, наш почерк отражает наше внутреннее состояние, характер и так далее, и так далее. И в данный момент, и вообще. И вот, по принципу обратной связи, если мы что-то меняем в почерке, какой-то один признак, да, мы по принципу обратной связи можем это скорректировать там у себя внутри. То есть, я сейчас для наших слушателей и зрителей попытаюсь все это и для себя, в том числе, его трясти в голове. То есть, если, допустим, я имею у себя в голове какое-то, ну, условное минимальное психологическое расстройство. Нет, скажи так, тебе грустно. По моему почерку это стало понятно. И мне говорят, так, Никита, значит, теперь ты пишешь не вот так вот, как курица лапой, а старайся писать красиво. И, соответственно, если я начинаю писать красиво и делаю это часто, то меняться будет и что-то в голове. Ну, конечно, не при расстройстве, да, это уж так не будет. При настроении. При настроении. Ну, вот, то есть, опять же, вот у вас в частности, да, немножечко такой угловатый почерк. У человека, у которого уголочки, он такой более такой твердый, более, может быть, даже рисковатый. А человек хочет стать помягче. Тогда, да, конечно, он сознательно может писать более округлые буквы. Очень интересно. И наоборот, человек решил, что он хочет быть более таким дерзким. То же самое, человек может добавить себе уголочков, нажимы добавить. И, то есть, вводить это в практику, да? Да, но, действительно, изменения внутри произойдут тогда, когда мы будем уже так писать, не задумываясь, конечно. Здорово, очень интересно. Ну, давайте прервемся на небольшую паузу, вернемся, и я вам раскрою небольшую тайну. Мы с Лизой уже написали несколько строк на листочках. И нам дадут диагностику. Вот, и нас просто расшифруют, и мы расскажем все, о чем мы не рассказывали вам. Оставайтесь с нами, друзья. Да, скоро вернемся. Итак, друзья, всем добрый день еще раз. Лиза Калинина в студии, Никита Некрасов. В гостях у нас сегодня Татьяна Гуделова, капитан полиции, психолог главного управления Росгвардии по Москве. И, как мы уже говорили, мы с Никитой написали тексты небольшие. И Татьяна пообещала в прямом эфире дать нам свою... Ну, небольшую, конечно же. Татьяна, не стесняйтесь в выражениях. Прям вот... Да, все как есть. Хорошо, да, спасибо. Ну, у меня первый вот Никита. Ага. Да, поэтому, Никита, внимание. Ну, Никита такой по характеру, по своей натуре человек. Он может, что называется, сказал, отрезал. Все, я решил, и вы меня... Мясник. Ну, в каком-то смысле. То есть, может быть, где-то в каком-то психологическом и где-то социальном. Да, я могу вот сказать так, что, в принципе, все. Я решил, и переубедить вы меня уже не сможете, и вообще, и так далее, и так далее. И даже это бесполезно этим заниматься. Еще. Никита. Человек такой, который стремится быть на виду. Он любит, внимание... Работа такая у него. Да, то есть полностью соответствует. Да, то есть и за словом в карман не полезет, и действительно и речь у него поставлена, и шутки прибаутки, и знает, когда надо как-то надавить. И я не сомневаюсь, что действительно человек может и голосом работать, где-то громче, тверже, где-то мягче, тише. То есть вот эти способности, так называемые, вербальные, у него развиты очень хорошо. Плюс это все подпитывается и дополняется вот таким способностью демонстрировать себя очень хорошо, абсолютно не стесняясь, и так далее, и так далее, и так далее. Достаточно организованный человек. Да, конечно, он там эмоциональный, может как-то отреагировать, но... Что ты хихикаешь? Мне просто интересно, все правда, все правда, что я знаю, все правда. Спасибо, да. Но все равно это такое вот... Он знает, что он делает. У него все структурировано, и все по полочке. И четко знает, что хочет, да? И четко знает, что он хочет. Везет тебе. А какой-то совет можно дать? А совет, опять же, вот то, что мы проговорили про графотерапию и вообще про любые какие-то терапевтические, так скажем, вмешательства. Я рекомендую только вмешиваться в работу своего организма, своей психики, тогда, когда вас что-то не устраивает. Если Никиту все устраивает, тогда... И не надо. Ничего не нужно менять. Хорошо. Так. Теперь я. Лиза. Лиза у нас человек творческий, человек такой неординарный и вот, ну, можно даже сказать, до какой-то фанатичности предан своему делу, вот своей вот идее. Какой я сотрудник, ну? Да, сотрудник, кстати, действительно хороший. Надеюсь, нас сейчас слушают руководство. На самом деле сотрудник хороший, сотрудник, пусть и амбициозный, такое тоже есть. Лиза хочет достичь, она хочет реализоваться, причем так достаточно серьезно реализоваться, но делать она это будет достаточно мягко, то есть из серии по головам не пойдет. Тихой сапой подсидела раз, раз, раз и все. Даже не знаю насчет подсидела. Я шучу, конечно. Такая мягкая, гибкая, женственная и вот в отличие, наверное, от Никиты, очень замечательно дополняют друг друга. Лиза готова быть, ну, немножечко так скажем, Никита, ты хочешь? Пожалуйста, да, иди. То есть умение, так скажем. Вот оно что. При этом амбициозное, да? Амбициозное, да, да, амбициозное, больше в творческом плане, чем просто вот смотрите на меня. Ох, спасибо, Татьяна. Спасибо большое. Я напоминаю, дорогие друзья, что у нас в гостях Татьяна Гудела, капитан полиции, психолог ОМОН, главный управление Росгвардии по городу Москве. И что-то вы застеснялись, дорогие телеслушатели и радиозрители. Заходите, вступайте в нашу группу Страна ФМ ВКонтакте, пишите, задавайте свои вопросы. Мы на те, которые будут удобными, ответим. Да, пишите и 909-928-189, и 9, ватсап, айбер, смс. Друзья, какие баталии у нас здесь за эфиром разворачиваются, вы бы только слышали. За мнение Татьяны. К сожалению, Валерия нам помешала своей песней. Ну ладно, ничего страшного, мы ее простим. Дело еще в том, что у нас в студии замечательный гость Татьяна Гуделова, капитан полиции, психолог ОМОН, главного управления Росгвардии по городу Москве. Такие интересные вещи мы обсуждаем, только что Татьяна нас по косточкам, можно сказать, разложила наш характер. Вот, и да, Лиза, давай. Смотрите, Татьяна, я хочу, чтобы вы дали какой-то совет нашим слушателям, чтобы у нас эфир был более такой прикладной. Вот, если человек испытывает какую-то стресс, стрессовую ситуацию, какая-то у него паника, я не знаю, полет в самолете, страх, что-то случилось, вот как его можно быстро нормализовать в свое состояние? Вот, может быть, есть какие-то советы? Да, ну, полет в самолете мы сейчас немножечко выведем из вот этого списка, потому что, возможно, это какие-то страхи действительно более глубинные, там вопрос к психотерапевту. Да, ну, может быть, фобия, неважно. Какие-то вот такие вот резкие стрессовые ситуации. Ну, как паника, это как тревога. Да, 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 что-то произошло на дороге, например, да, вот так, где-то вот что-то. Я рекомендую, то есть это, получается, все эмоции захлестнули. Мы с вами делимся на инстинктивную сферу, эмоциональную и интеллектуальную. Интеллектуальное повыше, да, скажем так. Оно «я» и сверх «я». Оно «я» и сверх «я», да, совершенно верно. Да, 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 супер. Вот, значит, соответственно, нам нужно вот эту эмоциональную сферу перевести в интеллектуальную, в когнитивную туда. Как это можно сделать? Резко переключиться на, это еще называется, может быть, «здесь и сейчас». Например, есть у вас какие-то рекламные щиты. Вы, сознательно, осознанно прочитывать каждое слово, которое там написано. Только осознанно. То есть едешь в метро, и ты читаешь. Да, едешь в метро. Неопходимость. Не прислоняйтесь. Да, не прислоняйтесь. Именно так, как это написано, размер там вот букв, а как это было раньше, а где-то, может быть, стерта какая-то буковка и так далее, и так далее. То есть мы переключаем свое эмоциональное в сферу, да, вот в такую интеллектуальную, наблюдательную и так далее, и так далее. Можно рассматривать людей, кто в чем одет, например, как-то попробовать. Очень, кстати, интересная игра, не скучная и занимательная, и вообще… Анализировать людей. Анализировать людей. Вообще, я обожаю это делать. То есть даже если мысли захлестывают, ты все равно себя намеренно возвращаешь. И, кстати, да, спасибо большое. Потому что когда тебе эмоции, у тебя же мысли одна с другой бежит. Да, 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 Лиза, спасибо большое. Да, 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 да. Да, да, да. И, конечно, да, да, да. И, конечно, да, 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 да. Опять вроде концентрируешься. И вот каждый раз, когда уносит, уносит, говорит себе, о, меня снова унесло. Только не просто, а, вот, меня снова унесло, а именно, так, вот, снова меня эмоция забрала. И возвращаться вот к анализу или к прочитыванию. К анализу, прочитыванию, разглядыванию, внимательному, какого цвета, именно какого, с чем ассоциируется и так далее, и так далее. Так, уводить. И таким образом все поутихнет. Да, да, да. И через какое-то время, конечно, эмоции они имеют… Вот, берите на заметку. Да. Если мы не будем их подпитывать, они успокаивают. Либо, я думаю, еще же можно в какую-то логическую игру поиграть, да? Может быть, в кроссфорд начать разгадывать. Но если только это делать… Главное – это делать осознанно. 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 Не просто смотреть, читать слова, но не читать их, да, видеть, смотреть в книгу и не видеть ничего. Осознанно каждую букву. Пусть это будет предложение одно прочитано, но оно будет прочитано осознанно. Вот, правильно. У нас приходит сообщение, мы, я думаю, чуть попозже покажем Татьяне текст. Да, нам барышня написала и сфотографировала свое письмо. Свое письмо, да. Вот. Еще такой вопрос. Татьяна, вот мы уже говорили, что вы графолог, правильно? И письмо имеет определенную терапию. Да. Вот то, что люди сейчас очень много пишут в телефонах, смартфонах, это как-то отражается на психике? Ну, это на психике, это отражается в первую очередь на мозге человека, ну, а, соответственно, дальше уже по цепочке это отражается, потому что мозг, в принципе, управляет, ну, по большому счету, да, человеком. Конечно, когда человек, то есть пишет, печатает, вернее, да. Пальцем еще и одним. Пальцем, одним, двумя, это уже не важно по большому счету. То есть что он пишет букву А, что он пишет букву Б, это одно и то же действие. Да. Когда мы пишем А, Б, это разные действия, мозг в этот момент занят, да, вот по-разному, и соединение букв, одно дело мы вот, опять же, две буквы соединили, одно и то же действие. Каждое соединение, каждое слово разное, буквы там сочетаются по-разному. Выстраиваются у нас разные цепочки. Пишите от руки, мозг в это время работает. Вот очень часто, вот сейчас немножечко отвлекусь, спрашивают, а я иногда букву Т пишу так, а иногда букву Т пишу так. Да, да, да. Я говорю, вы представляете, как интересно? Мы еще только пишем, а наш мозг уже решает, какую букву ему в этот момент будет оптимальнее, так скажем, написать. Вот такую или такую. В общем, когда вам плохо, пишите. Да, да. Так, давайте покажем. Да, барышню зовут Мария, да, она нам прислала фотографию своего письма. Да, очень спасибо большое, Мария, за доверие. Опасайтесь, сейчас уже пожалеете. Нет, у Марии очень интересный вкус. Такой вот вполне возможно, что Мария, ну не знаю, работает. Мы, кстати, не можем сказать, где конкретно работает человек. Но мы вообще Марию не знаем. Мы вообще Марию не знаем, да, это я уже так из курса графологии, что мы не знаем, кем работает объективный человек, но мы можем увидеть его предрасположенность к той или иной профессии. Вот у Марии предрасположенность к красоте. Вполне возможно, что Мария любит как-то, ну не знаю, красиво одеваться, не знаю, как-то себя украшать. Вообще хорошо выглядит. Не знаю, какой возраст. Кстати, это тоже было бы очень интересно. Вот покажу нашим зрителям такой почерк, ну чисто женский почерк. Почерк чисто женский, конечно. Красивый, аккуратный. Да, красивый, аккуратный. Действительно, вот эти вот, такой небольшой ликбез, то есть вот эти все вот украшения, видите, над буковкой Т, вот такое вот необычное. То есть это вот в буковках первых, вот Татьяне, как написано, подскажите. То есть это все говорит о том, что человек, ну чувство что-ли прекрасного у него есть. То есть он умеет украшать что-то, себя ли, пространство ли. Да, 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 но не каждая женщина умеет украшать, да, и себя в том числе. А еще, да, вот Мария у нас тоже девушка амбициозная, но она свои, так скажем, мысли истинные, она их старается так придержать. То есть свое... Скрытность. Но это не скрытность даже. Это вот в тему, что стоит ли не стоит делиться. Вот Мария, она даже если делится, то она потом все время сомневается. А правильно ли она сделала, что она поделилась. И она еще так... Не пожалеет ли. Не пожалеет ли, не пожалею ли я, да, вот это если совсем-совсем так кратненько. Ну и, конечно, Мария очень эмоциональная девушка, она реагирует, она так... Вот бесплатная диагностика, Мария. Поздравляем, вы выиграли, Мария. Дорогая Мария, напишите, пожалуйста, все ли в точку, вот, а мы прочитаем сообщение. Да, очень интересно. Друзья, я хочу напомнить, у нас в гостях сегодня Татьяна Гуделова, капитан полиции, психолог, главного управления Росгвардии по Москве. У нас небольшая пауза сейчас, и затем мы вернемся. Больше любви нам советует Данила Бранов. Я думаю, психолог тоже с этим согласится. Больше любви дарить надо. Да, оставайтесь. Добрый день, дорогие друзья, это телерадиоканал Страна ФМ, действительно, один на всю страну такой, и замечательная гостья, которая, я уверен, что же одна на всю страну, Татьяна Гуделова, капитан полиции, психолог ОМОН, главного управления Росгвардии по городу Москве. И, кстати, Татьяна, вам вот наша слушательница Карина Шуга пишет, что вы милейшая. И Маша нам написала, что все в точку, неожиданно все рассказали, очень много вам благодарности, побольше вы таких гостей, так что, видите, вы угадали. Спасибо, Мария, за доверие. Работает, работает. Вот, таким образом, хочется больше каких-то советов, может быть, от вас, чтобы люди их могли применять в жизни. Еще такой момент, а если человек, допустим, не может долго принять какое-то решение, сомневается, вот свойственно ему, некоторые советуют, там, бросать монетку, потому что очень много топлива тратится на принятие решения, на обдумывание. Да, 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 совершенно верно. Вот что тут, ну, можно подсказать? Вот, кстати, если по поводу монетки, да, действительно, очень интересный метод, интересный способ принять решение. Причем, знаете, как интересно, ни в коем случае не нужно циклиться на том, что если вот я загадал, вот, там, речка будет белая, орел будет черный. Например. Знаете, да, например, да. Да, да, да. Конечно, и вот, например... На обе стороны нужное вам решение. Ну, они все же знают. Действительно, он же думает, что и то, и то для него нужно. И вот человек бросает, и, знаете, как понять первую реакцию? О, решка! Да, ой, а я не хотела, ну, то есть иногда, иногда, то есть смысл-то не в монетке, смысл услышать себя, да, то есть, о, фу, орел, да, слава богу, да, здорово. Да, 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 вот и принял решение. А иногда бывает такое, решка? Нет, да, да, то есть все, не надо верить монетке, нужно верить себе. Но мы-то хотим ответственность переложить на эту монету. Вот и переложили, ну, опять же. Мы-то переложили, а я же остался при своем решении. Опять же. В процессе ты услышал, что ты хочешь, да, я поняла, о чем. Да, если вы пожалели о том, что вдруг, пожалели о том, что выпала решка, значит, вот то решение, которое вы клали, да, скажем так, на орла, уже появляется. Да, да, да. Скажите, интуиция – это тоже все-таки такой инструмент в каждом человеке? Ему стоит доверять? Да, интуиция – это тоже инструмент, но чтобы, так скажем, слушать и доверять этой своей интуиции, ее нужно, ну, во-первых, услышать, а во-вторых, понять, что это действительно та самая, так скажем, интуиция, а не просто какие-то страхи, сомнения и так далее, или просто желания и так далее. В свое время мне очень интересный такой метод подсказали, когда какое-то время, ну, не нужно это глобально, на каких-то глобальных решениях применять, на каких-то мелочах, делать то, что пришло первое в голову. Да. Да, да, ушел за последствия. Опять же, да, я вот к чему и призываю, предостерегаю, не нужно сразу бросаться на какие-то там глобальные решения, а по мелочам. И вот есть такой интересный момент, что мы, как бы, условно говоря, приучаем свою психику выдавать нам вот это первое решение самым правильным. Да, но, опять же, я призываю ни в коем, не надо сразу глобально. Да, начинать с малого. Да, да, вот, опять же, да, что хочу, там, апельсиновый сок или яблочный, вот, купить, да, пойти в магазин или пойти в этот магазин или в тот, ну, на мелочах. И не сожалеть, все, принял решение. Поэтому я говорю, на мелочах, не нужно сразу, да, сразу глобально. Ой, спасибо вам огромное, так у нас пролетело быстрое время, Татьяна Кузьминская. Мы вас еще раз зовем в гости. Спасибо. Приходите обязательно. Я думаю, слушатели и зрители будут тоже рады. Да, друзья, у нас в гостях сегодня была капитан полиции, психолог ОМОН, главного управления Росгвардии по городу Москве, Гудилова Татьяна. Я говорю, до встречи. Спасибо. А мы с Кикитой скоро вернемся? Да, поедем в какой-нибудь городок. Оставайтесь с нами.